Давайте и мы увековечимся, забьем Микки Баки, напишем Киса и Ося были тут. Каждому из нас хотя бы раз в жизни хотелось оставить след в истории, увековечить свое имя, пусть не в глобальном и историческом масштабе, хотя бы в пределах своего города или района. А многие из нас, особенно в юности, наверняка пытались как-то зафиксировать значимые моменты в жизни. Кто-то выводил на воротах воинской части дембель 89, кто-то под наплывом романтических чувств вырезал на скамейке в городском парке заветное Саша плюс Маша, кто-то царапал на школьной парте всякую чушь, чтобы скоротать время урока, а пресловутое «здесь был Вася» уже общий принятый мем, тем более, что Вася и в самом деле был практически везде. Это обычное явление прочно вошло в современный обиход под названием граффити. Надписи или изображения на стенах, попытка самовыражения и бич коммунальных служб стали частью городской субкультуры. Разве умные дети читают, что написано на заборах? Но сегодня мы попробуем посмотреть на них с исторической точки зрения и, конечно, в древнеегипетском контексте. Бывалым путешественникам, исколесившим не одну сотню миль по берегам Нила, помимо восхитительных древнеегипетских рельефов, во множестве встречаются автографы не столь отдаленной эпохи. Это наследие после наполеоновской моды на Египет, охвативший Европу. То и дело, рядом с царским профилем или изящными письменами взгляд натыкается на следы вандализма, оставленные туристами европейских держав. Глубоко врезавшиеся в каменный массив или едва просарапанные фамилии итальянские, французские, немецкие. В первую очередь, они всегда наводят на мысленный вопрос, зачем они это делали. Ответ очевиден, потому что могли, ведь рядом не было охраны, туристической полиции, представителей службы древностей. Задумываться о сохранности памятников своего великого наследия египтяне стали не так давно. Второй вопрос, кто были эти люди? Писал ли кто-то из них свое имя в историю, не просто испортив чужой памятник? Пожалуй, да. Конечно, многие из этих имен так и канули в небытие, хоть и остались вырезанными в камне. Но некоторые из них со временем зазвучали весьма уверенно в научной среде и стали авторитетными на пике европейских страстей по Египту. Карл Рихард Лепсиус – прусский ученый, основатель немецкой и один из столпов мировой египтологической школы. Изучил и дополнил грамматику древнеегипетского языка, составленную Шампальоном. На его счету десятки открытых и изученных памятников, в том числе около 70 пирамид, экспедиций ко всем археологическим центрам Египта и Нубии, несколько монументальных египтологических трудов и самое оригинальное и провокационное граффити. Рису этого выдающегося ученого принадлежит иероглифическая надпись, высеченная во время экспедиции 1842 года у истинного входа в пирамиду Хуфо. Текст словословия по случаю дня рождения кайзера Фридриха Вильгельма Прусского Лепсиус выписал не только древнеегипетскими иероглифами, но и дополнил знаками собственного изобретения. Среди привычных символов наметанный глаз удивляют двуглавые орлы, обозначающие прусский герб и символ реки Рейн. Узурпация, конечно, дело привычное для египетских владык, но такое... Хуфу был бы в ярости. Ах ты, бродяга, шмёртный прыщ! Граффити Лепсиуса, однако, несмотря на уверенную победу в номинации «Придворная лесть», самым загадочным назвать нельзя. Хотя бы потому, что доподлинно известно, кто, когда и зачем его сделал. В отличие от нескольких символов, грубо высеченных на одном из блоков главного входа – Великую Пирамиду. Над этой загадочной надписью ещё долго будут ломать головы и копия, особенно адепты конспирологических теорий. Кто-то считает, что истинный вход в пирамиду – волновой канал, а надписи, которые начертаны на его блоках, несут архиважную, высокотехнологичную информацию или представляют собой палеосанскрит. Некоторые пишут, что эту надпись можно с некоторой долей уверенности считать оригинальной, сделанной строителями пирамиды и которая содержит формулу топлива летающей тарелки. А может, это всё же один из автографов, оставленных древним туристом, который так же, как и тысячи других, пожелал запечатлеть на этих священных камнях свой тысячелетний месседж? По одной из версий, эти знаки относятся к берберо-ливийскому алфавиту Тифинак и были прорезаны в камни каким-то путником из соседнего государства. Так что загадочные символы вполне могут оказаться таким же «здесь был Вася». Только Вася был берберский. Джованни Баттиста Бельцони – это имя слышал не единожды любой египтоман. Впечатляющий рассказ о легендарном церковом силаче из итальянского города Падуэ и талантливом инженере, ставшем страстным охотником за египетскими древностями. О его жизни и открытиях написаны книги, сняты фильмы и прочитаны лекции. Среди найденных им великих шедевров египетского искусства – великолепная гробница владыки XIX династии Сети I и грандиозный храм его царственного сына Рамсеса II в Абусимбеле. Среди огромного числа вывезенных им из Египта в Лондон бесценных сокровищ – алебастровый саркофаг Сети, голова Рамсеса, доставленная из разрушенного Рамесеума и еще одна собственноручная, отбитая им в Карнахском храме. Автограф Бельсони под стать его исполинским авантюрным амбициям был запечатлен 2 марта 1818 года в погребальной камере царя Хафра в одной из великих пирамид на плато Гиза, внутрь которой он с несгибаемым упорством пробирался. К его разочарованию погребение царя было разграблено еще в первом переходном периоде. Поживиться Бельсони было нечем, зато гигант-авантюрист потешил свое тщеславие, просто написав на стене, что означает открыто Джованни Бельсони 2 марта 1818 года. Интересно, в каком размере штраф за это полагается сегодня. Впрочем, по сравнению с другими делами Бельсони, этот акт вандализма был наименьшим из зол. Карло Фабрицио Видуа граф Консано Также один из итальянских путешественников и собирателей египетских древностей, но следивший своим автографом на стене святилища в фиванском заупокойном храме Сети I. Его имя и дату, кем-то впоследствии перечеркнуты, можно прочесть прямо перед ликом древнего влагыки, совершающим воскурение благовоний перед божеством. За полтора года, проведенных в Египте, Ведуа вел исследования от Усть-Анила до Нубии, а попутно собирал великолепные редкости. Во время путешествия он отправил на родину четыре ящика с древностями. Среди них шесть ценных погребальных статуэток из гробницы фараона Сети I в фивах и две каменные стелы христианской эпохи, собранные в Нубии. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечества, куртка замши, три. Именно Карло Ведуа после долгих и горячих споров с французами вокруг огромного количества предметов египетского искусства, собранных для французской стороны, одержал победу в переговорах об их приобретении. Эти древности и сегодня составляют ядро египетской коллекции Туринского музея, самой обширной в мире после Каирской. Несправедливо было бы здесь обойти вниманием знаменитого коллекционера и очень влиятельного человека, благодаря личному расположению и покровительству которого Карло Ведуа удалось приобрести все эти уникальные вещи. Тем более, что и его граффити мы обнаружили в храмовом комплексе Абу Симбил во время осмотра святилища богини Хадхор. Синьор Бернардино Дроветти. Итальянец, уроженец Пьемонта на службе у французской короны. Сделал блистательную карьеру дипломата, которую начал в 1798 году в офицерском чине наполеоновской армии во время итальянской кампании Бонапарта и закончил ее через 30 лет уже в должности генерального консула Франции при дворе египетского хидива Мухаммеда Али. Незаурядная личность Дроветти требует отдельного рассказа, не уступающего приключениям силача Бельсони. Тем более, что эти имена почти всегда упоминаются по соседству. Дроветти и Бельсони оба были страстными охотниками за египетскими сокровищами и заклятыми конкурентами в их добыче. И в жажде обладания древними редкостями не уступали друг другу, как и в методах приобретения. Ох уж эти итальянцы. Посмотри, куда ты загнал этих несчастных итальянцев. Ну зачем тебе клад, родной? Зачем тебе деньги? На что ты их будешь тратить? Дмитрий Егорьевич Ефимов. Профессор Петербургского университета. Архитектор при Царско-Сельском дворцовом управлении. В историю, однако, вошел как исследователь древнего Египта. Не отстают от европейской тенденции оставлять свои имена на памятниках древней архитектуры и российские ученые. Граффити нашего соотечественника красуется на ноге одного из колоссов Рамзеса II, чуть выше досточтимых господ, которые оставили свои автографы в XIX веке. Дмитрий Ефимов, совершая свое знаменитое путешествие от Петербурга до Осуана, сделал множество замечательных рисунков древних египетских и нубийских храмов. Более подробно про Ефимова мы рассказывали в фильме о храме Тота в Дакке. Иногда обнаруженные имена, выбитые на храмовых стенах, становятся поводом для маленьких исследований, уводящих в хитросплетение судеб. Надпись, найденная нами на портале храмов в Дакке, рассказала о том, что в 1823 году по верхнему Египту и нубий путешествовал граф Тодор де Лесепс, французский дипломат и брат знаменитого предпринимателя и отца основателя Суэцкого канала Фердинанда Лесепса. А надпись, выбитая у входа в храм Исиды на острове Филе, выражает чьё-то мнение о том, что месье Бенуа Жюль Мюре, французский путешественник и активный адепт гомеопатии, недалёкого ума. Интересно, кто же сделал эту приписку к его имени на латыни? Уж не доктор ли Ахмед Бэй, чей автограф виден чуть ниже? Может, он был просто противником гомеопатии? Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов! Кстати, если говорить о граффити, оставленных на стенах храмового комплекса на острове Филе, то их исследованием занимается целая группа учёных-эпиграфистов из разных университетов мира. Проект «Филе Темпл Граффити Проджект» применяет новейшие методы сбора и изучения материала, в том числе среди них фотограмметрия, лазерное сканирование, 3D-съёмка и 3D-моделирование. Исследованные надписи и рисунки переносят нас в минувшие столетия, когда почтить великую богиню Исиду и обратиться к ней с мольбой о сокровенном приходили люди из самых разных земель. На стенах храма встречаются не только дематические надписи, сделанные египтянами, но и финикийские, и арамейские, и многочисленные греческие тексты, содержащие просьбы или благодарность богам за оказанную милость. Такие молитвенные или восторженные надписи назывались «Параскинамы». Они донесли до нас множество имен тех, кто обращался к богам, и тех, от чего имени составлены тексты. Как, например, надпись некого ахийца Феодота, сына Агесифона из Патра, сделанное благочестие царя Птолемея XII и его детей, и обращенное к Исиде и другим богам, почитаемым в храме. Кстати, дети благочестивого Птолемея XII, о которых здесь упоминается, это те самые будущие Птолемей XIII, Арсеноя и Клеопатра VII, перевернувшие эллинистическую страницу египетской культуры и открывшие ее римскую главу. Клеопатру опасно водить за нос, а носик ты славный. Басилеус Птолемео, теунеу Дионису, Филопатрус и Филадельфу, гаитон технон до проскинем аппарата Кирия Исиди, гаитой сигналис теоис. Теодотус Агесифонтус Ахаиос, а папатром Пепоя Ицен. Римляне также много и охотно следили на стенах храмов и памятниках по всему Египту и Нубии. Для написания граффити путешественники побогаче даже заказывали специалистов камнерезов. Те, кто не мог себе позволить такую роскошь, упражнялись самостоятельно. Не отказывали себе в таких шалостях даже пурпуроносные особы. Самые знаменитые римские проскинемы, дошедшие до наших дней, можно рассмотреть на западном берегу Нила, по дороге в Фиванский некрополь. Для этого нужно только приблизиться к легендарным колоссам Мемнона и внимательно рассмотреть ноги статуи. К ногам великого владыки обеих земель Аминхотепа III, полуобожественного царя Красносолнышка, падали целые народы, вражеские армии, достойные вельможи и уж, конечно, прекрасные женщины, в том числе и дочери правителей соседних государств. Но ни одна из них при жизни государя ни разу не дерзнула бы, пожалуй, написать о своей любви и высочайшем почтении на его царственных ногах. А вот несколько знатных римских туристок в 130 году н.э. за неимением инстаграма отважились оставить свои имена на колоссальных статуях властителя Египта. Благодаря этому мы сегодня знаем, что римский император Адриан в своем египетском турне посетил разваленные храма Аминхотепа III в ноябре 130 года. Барышни, увековечившие этот визит, сопровождали августейшую супругу императора Вибию Сабину, ту самую, которая по слухам приказала скормить нильским рыбам милого юношу Антиноя. Звали этих дам Юлия Бальбила, Цицилия Трибула и Клаудия Дамо. Их граффити вовсе не так примитивные, как безыскусные каракули наших современников. Они не ограничились фразой «Юля, Циля и Клава были здесь». По их заказам камнерезы запечатлели на ногах царского колосса целые поэтические произведения на древнегреческом и латинском языках. К тому же Юлия, Циля и Клава оставляли свои поэтические излияния вовсе не Аминхотепу III, а мифологическому герою Мемнону. Именно этим легендарным персонажем для греков и римлян постепенно стал образ фараона, воплощенный в колоссальных статуях, издававших на рассвете печальные стоны. Его родительницей была вовсе не царица Мутемуя, а злотая с перстами пурпурными Эос, богиня утренней зари, которую почитали в античном мире. Всего надписей подобных стихотворным обращениям римских патрицианок насчитывается более сотни на разных языках. Их исследованием и переводом уже в наши дни занималась другая образованная дама Патриция Розенмайер, которая в 2018 году издала на эту тему свою книгу исследований. Так что на английский язык стихотворные посвящения Мемнону Аминхотепу переведены. Остается только представлять себе, с каким гневом взирала великая супруга царская Тея, прижимаясь к ногам своего уриеносного супруга на то, как у ног его резвились исполненные вдохновения римлянки, упражняясь в стихосложении. «Когда в первый день посетили мы Мемнона, мы не услышали его И вчера Мемнон молча принял жену Адриана, чтобы прекрасная Сабина могла вернуться сюда снова, ибо пленительный облик нашей царицы селяет радость. Когда она вновь прибудет, испусти же божественный крик, чтобы император не разгневался на тебя. Как и сейчас, ты бесстрашно слишком долго задерживал его благородную супругу. И Мемнон трепеща перед могуществом великого Адриана внезапно заговорил, и она возликовала, услышав это». «А любовь Владинцев как обозначалась?» «Любовь, Фимка, у них слово «Амор». Амор и глазами так. «Амор». Похожими смыслами наделяли собственноручные рисунки и надписи на храмовых стенах и сами коренные жители Нильской долины. Обращаясь к богам в священных местах, каким являлся, к примеру, Абидос, паломники-египтяне надеялись получить благословение, а то и оракульное пророчество. Дерзнув за малую мзду остаться на ночь в святилище и получив заветный отклик божества, потрясенный проситель мог оставить на стене этот образ, который и явился на его зов. В меру своего умения, конечно. Ведь не все древнеегиптяне были прирожденными мастерами резьбы по камню. В начале двадцатого века были изданы исследования египтолога Маргарет Мюррей, посвященные одному из самых почитаемых святилищ древнего Египта – Осириону в Абидосе. Одним из основных разделов ее труда стали подробные эпиграфические исследования древнеегипетских, греческих, финикийских и копских надписей в помещениях храма. И по сей день хранят безмолвные камни это молчаливое, разноязыкое многоголосие отчаянных просьб и избывшихся предсказаний. И до сих пор мы затрудняемся дать точное определение этому явлению, почти такому же древнему, как стены святилищ, которые несут сквозь тысячелетия летописи стольких судеб. Что же такое граффити? И как отличить праздную попытку заполнить своим именем пространство между священными текстами от стремления передать в иной высший мир порывы человеческой души, вечно восстающие против скоротечности бытия? В любом случае, друзья, давайте будем осторожны, оставляя свои следы и мысли в нашем дне сегодняшнем. Пусть они сохранят только чистые стремления наших душ. Там, где вечность темна, счет теряется дням, Чьи хранить имена безразлично камням, Память канет во прах по прошествии лет, Коль в сердцах и умах не оставил ты след.